я бы хотел разобрать фактор который мы никогда не затрагивали в политике россии украины мира в том числе даже соединенных штатов это армянский фактор давайте вспомним события на украине разве можно говорить о том что там происходит что-либо без влияния например юлия тимошенко или арсена авакова ставленника той же тимошенко а то что госпожа тимошенко мягко говоря не совсем украинка тоже в общем то понятно ну а ваков тут и не скрывает тимошенко армянка они похожи на армянку армяне разные но она не чистая армянка но армянка ну а ваков тоже авакян с этим более-менее понятно а ваков это министр внутренних дел то есть это один из ключевых силовиков и вот тут кстати сразу можно вспомнить например события в одессе 2 мая когда сожгли дом профсоюзов люди из силовых структур скажем так засветились там по самое не могу более того настолько это было непрофессионально что даже некоторые высокопоставленные милиционеры потом вынуждены были податься в бега вот то есть мы видим явно что армянская диаспора сыграла свою роль в событиях в одессе и соответственность изменения всего крымского вектора на украине сразу скажу что все великие исторические байки о двух с половиной тысячи летней истории великого армянского народа можно сразу смело отбросить это все ерунда все нации это новодел я об этом говорил и буду говорить армяне причем не самая новая нация по сравнению со многими если мы рассмотрим историю на армян то первое на что надо обратить внимание это на язык причем вот давайте отвлечемся немножко в формировании любой нации язык играет колоссальную роль и не потому что нация вращается вокруг языка нет просто язык это как некий маркер вот как только появляется язык который уже держится условно до наших времен то можно сказать что именно в этот момент нация была в общем-то уже сформирована как таковая поэтому например нельзя говорить о создании русской нации до пушкина вот с пушкиным и появились русские вернее так пушкин стал результатом появления русских то же самые англичане шекспир вот тот самый критерий по которым можно сказать что да они уже появились то есть но условно говоря это как вторичные половые признаки по ним можно судить о том что организм сформировался вот и язык это то же самое поэтому можно достаточно четко утверждать что вот да вот с моментом появления новоармянского языка можно фиксировать появление армян как современной нации кстати из какого языка не с арамейского делали я если честно вот не очень хорошо разбираюсь в лингвистике как таковой да надо об этом спросите луи шмурата вот но это некая смесь потому что сам народ этническая компонента составлялась как раз вот из кучи племен которые проживали на территории которые потом назовут лукаво армянским нагорьем то есть вот в 17 веке появились армяне ну а как известно что ничто просто так не появляется чтобы что-то случилось чтобы то что-то появилось в это кто-то должен вложить ресурс какой-либо чтобы понять кому это было нужно надо рассмотреть просто историю на тот момент что тогда происходил колоссальной силы фактор работает на европейском пространстве это османская империя 1683 если опять-таки не изменяет память мне год это поражение турков под веной когда вопреки всем ожиданиям когда вопреки любой военной науки как того времени так и сегодняшнего турки не берут вену хотя были обязаны ее взять просто-напросто поражение под вены ознаменовала коренное изменение сил в европе турки стали откатываться назад чтобы окончательно вытеснить османов господа католики габсбурги с первую очередь стали работать на подрыв мощи османской империи с тыла именно тогда что самое интересное к священному союзу против турок присоединилась россия уважаемые друзья вот тогда технологии создания наций причем нации вполне определенные еврейской были весьма успешно применены в закавказье когда были созданы армяне под тем же лекалом что и евреи ашкеназы друзья как бы не оказалось это просто вот сиди сейчас тимур и рассказывает вот сделали там нацию сделали тут нацию на самом деле архи сложный процесс вот взять и сляпать на ровном месте не за каких-нибудь там поволжских татар это невозможно без понимания как это делается нужны технологии нужен опыт нужны специалисты которые этим занимаются и поэтому скажем русские как таковые появились после войны 1812 года когда из франции были взяты эти самые технологии то же самое и армян делали по тем же лекалом что и евреев в европе кстати именно из этого следует и дальнейшее многовековое противостояние армян и евреев ну как бы поляна то одна технологии одни методы одни а сил две и вот они постоянно пытаются друг другу отживать и скажем нынешняя позиция израиля который поддерживает азербайджан в его конфликте с армении и значит скажем позиция тех же немцев по геноциду армян в турции которые просто-напросто является анти израильской тоже становится понятно и так далее и так далее тема большая начала будем еще об этом говорить на ровном месте же это геноцид якобы был геноцид армян нет на самом деле конечно истребление какой-то часть армянского населения было ее нельзя отрицать это как знаешь это как отрицать холокост во вторую мировую истребление каким образом то есть зашли в деревню всех убили что было и такое было и такое но если говорить о турецких событиях да ну первое что надо понимать это были младо турки это не было ни где какой османской империи и это не было скажем современной турции эпоха младо турков это такой очень скажем так темный эпизод в истории турции как таковой перед ата-тюрком да 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 ну ата-тюр как бы вышел из младо турок но он естественно отошел от них и как серьезный очень политический деятель и по большому счету учетом греха таить великий человек он их политику отверг ну несмотря на признание некоторых важных моментов ну например там построение национального государства и так далее но сам факт что на сработали именно молодо тюрки это раз во вторых армяне на тот момент исключительно долго нарывались да потому что это не был простой так так скажем там геноцид по национальному признаку это была война с одной стороны армянские боевые отряды с другой стороны турецкие войска армяне на тот момент это было чрезвычайно организованной и хорошо вооруженная сила за которой долгое время стояла вся мощь российской империи и кстати у них были очень большие шансы значит покуролесить в турции еще больше но рухнула империя романовых и соответственно они лишились поддержки однако настолько они уже там засветились что именно местное ожесточение достигло такого уровня что в этих конфликтах начали страдать гражданские уже мы друзья это не было геноцидом в классическом понимании этого слова то есть когда идут этнические чистки но это была полномасштабная гражданская война если кто-то вот возьмет но нам это ближе всего да почитает историю гражданской войны в россии то увидит что значит гражданские люди в россии гибли также массово да и не потому что скажем вернее не только потому что ленин стротским отдавали директивы о уничтожении целых социальных групп а именно потому что началась во многом та самая молекулярная война когда брат пошел на брата сосед на соседа а там уже никто не разбирает мирный гражданский комбатант не комбатант дети взрослые такова природа человек почему историю умолчивает о войне так называемый почему умолчивать нет у нас любят говорит там война двенадцатого года там велика отечественная война гражданская война а вот лично я не знал там просто это происходило в рамках русско-турецких войн про русско-турецкие войны мы все же знаем армян всю жизнь курировала именно российской империи потому что через российскую империю армян создали и соответственно во многом заточенные на удар в подбрюшье османской империи они поддерживались русским это было нормально и как раз в рамках этих войн все это и происходило армянам кстати в этом плане очень не повезло потому что их действительно использовали и очень цинично и коварно можно сказать потому что ну совсем так сказать уважением к николаю санчо романов но ясно было любому здравомыслящему человек что никогда не дали бы русские цари армянам сделать независимое государство ну в истории россии такого не было по определению это даже в самом страшном сне не приснилось бы ни одному царскому чиновнику конечно там дали бы какую-нибудь территорию там типа грузинского княжества с формальными правами какими-то да ну скорее всего это было на уровне и в рамках выделения некой армянской аристократии и некоторого приближения его к императорскому двору в санкт-петербурге как это было например с грузинскими князьями но не более того однако хитрые царские дипломаты сумели развести и обмануть местное население подвигнуть их на вот это вот самоубийственное по большому счету выступления такова история можно много еще фактов приводить ну например понять что одно из определений нации как таковой да это религиозная принадлежность и мы видим что армян есть своя своеобразная версия христианства они миофизиты но что самое интересное во главе армян стоит католикоз причем их несколько всего того что массы же раздроблена по разным территориям и есть верховный католикоз это тоже говорит о том что армянам навязали определенным образом их религию и как раз те самые католические лекалы и были взяты и вот это осталось в названии даже их верховного духовного лидера